Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Нет. Что, не верите? Нет. Не верите? А вот напрасно не верите. Седьмой век нашей эры, самая молодая из мировых религий – это ислам. И вот 15-0, хорошо, начиная 51-я гимназия, но это всего лишь начало, это блеф-игра. Переходим к дуэль-игре. Внимание, команды, внимание, 36-я, внимание, 51-я. Сейчас я прочту темы пяти боев дуэль-игры, и у вас будет несколько секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя может взять. Итак, внимание, времени у вас будет немного. Первый бой – это знают все, простые вопросы. Второй бой – по страницам книг, литературная тема. Третий бой – три слова, все что угодно. Четвертый бой – спортивные игры. И пятый бой – правители, тема историческая. Время пошло, пять секунд. Ты самая первая пойдешь, ты. Я ничего не понимаю, ты идешь. Великолепно. Итак, первый бой – это знают все самые простые вопросы, которые мы могли придумать. Екатерина, кого отправляете в бой? Пойдет Ксюша. Ксюша, хорошо. Нина, вы? Дима. Хорошо. Итак, Ксюша против Димы, вперед! Вот как сразу наши трибуны полюбили Ксюшу. Ксюша, не уроните себя. Поехали. Это знают все. Так звучит название первого летнего месяца по-белорусски. Фальстарт у вас, Ксюша. Не торопитесь, за этим очень строго следит наш электронный судья. Дима, у вас есть шанс? Тишина в зале. Жнивень. Жнивень – это последний летний месяц, это август. А первый летний месяц – это червень, июнь. Играем. Русская пословица советует готовить это транспортное средство летом. Прошу. Сани. Готовь сани летом, телегу зимой, да. И еще пять очков заработать для своей команды. Солнце на 73% состоит из этого несложного химического элемента. Прошу. Водород. Да. Первый элемент таблицы Менделеева. Украина имеет выход к этому цветному морю. Да, Ксюша. Черная. Отлично. Ксюша открыла счет для своей команды. Играем. Эту бледную, похожую на сыроежку, ни в коем случае нельзя приносить из лесу. Опасно. Ксюша. Поганка. Поганка, да. И вот уже веселее выглядит турнирная таблица для 36-й гимназии. 10-25. Пока не в ее пользу, но уже пошел прогресс. Играем следующий бой. Следующий бой по страницам книг. Любитель литературы, книжник, читатель. О ком так у вас, можно сказать, Катя? Пойду я. Скромно. О себе. Нина. У нас пойдет Саша. Вперед. Катя против Саши. Итак, поехали. Он умный. И в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил. Саша? Карлсон. Да, Карлсон, конечно. Хотя и на меня тоже похоже. Играем. Папой этого несносного героя был столяр Джепетто. Да. Это Буратино. У Буратино папой был Карло, насколько я помню. Саша, может, вы ответите? Пиноккио. Пиноккио, конечно же. Пиноккио, Пиноккио. И еще раз Пиноккио. Она лучшая няня в мире. Само совершенство. Хорошо? Мэри Поппинс. Мэри Поппинс, разумеется. Этот герой Успенского, по сути, был бомжом. Жил в телефонной будке. Да. Чебурашка. Чебурашка, конечно же. Пока не построили домик друзей. И заканчиваем. Так звали детеныша Кенги из сказок Милна. Ну, если Кенга, то она, собственно, Кенгуру. Да, Катя, прошу вас. Ой. А его звали? Его звали Кенга. Маму звали Кенга, а малыша звали Ру. Вместе получалось Кенгуру, Кенгуру. Вот и все. Счет после второго боя. 10-45 уходит в отрыв в 51-й гимназии. Ну, посмотрим, может, тут что-то оправить. Третий бой. Играем. Я всегда болею за проигрывающих. Мне обидно за них. Мне хочется, чтобы они догнали лидера и показали красивую игру. Три слова. Я вас люблю. Тридцать шестая. Я могу сказать четыре слова. 51-й. Я в вас верю. Итак, тридцать шестая. Кто идет на тему три слова? Пойдет Вова. Хорошо. Нина, у вас? Пойду я. Вперед! Вы понимаете, вы понимаете, что ответ на каждый вопрос состоит из трех слов. На это и ориентируйтесь. Это интеллектуальная игра, основанная 4 сентября 1975 года. Что? Где? Когда? Отличный ответ. Браво! Итак, поехали. Продолжаем. Этот праздник отмечают 8 марта. Да. Тишина. Ну? День всех женщин. День не всех женщин. Прошу. Всемирный день женщин. Международный женский день. Теперь вы это знаете. Играем. Эти три брата, как гласит легенда, основали город Киев. О, а еще у них была сестра Лыбедь. Одного брата звали Кий, в честь которого назвали город. Второго Хорев. И третьего Щек. Кстати, горы там есть Хоревица и Щековица в Киеве. Вот теперь вы это знаете. Дальше. Так звали дочерей христианской святой Софии Римской. Ну? Ну? Три дочери. Прошу. Вера, Надежда, Любовь. Браво. И заканчиваем. Соведущие этой передачи Филя и Степашка. Да? Ну, тихо. Тихо, 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 тихо. Прошу. Три, две, одна. Ниночка. Я не знаю. Вы не смотрите «Спокойной ночи, малыши». Никогда не смотрели. Ой, какие вы уже все взрослые. Но тем не менее, раз вы взрослые, еще такой взрослый. 20-45, впереди 51-я гимназия. Следующий бой. В нашей стране спорт любят, в нашей стране спорт ценят. Ну, в том числе интеллектуальный спорт, коим мы с вами имеем счастье заниматься. Итак, бой спортивной игры. Екатерина, кто у вас готов? Пойдет Артем. Артем. Хорошо, Нина у вас? Рома. Итак, Артем против Ромы. Вперед! Артем! 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 Вот Артем уже полюбился женской части нашей аудитории. А вот Рома, Рома, никто не кричит. А вот сейчас Рома все вам покажет. Итак, спортивные игры. Мировой чемпионат по этой спортивной игре принимал Минск в прошлом году? Фальстарт, Рома. А вот теперь может ответить. Хоккей. Хоккей, конечно! А эта страна примет футбольные мундиали в 2018-м. Да? Россия. Россия, конечно! В баскетболе за мяч, заброшенный с дальней дистанции, дают столько очков. Фальстарт, фальстарт. Прошу? Три очка. Три очка, трехочковый бросок. Это называется, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Играя в паре Азаренко и Мирный, стали олимпийскими чемпионами в этой игре. Да. Теннис. Да, теннис в Лондоне. Белорусы взяли олимпийское золото, и это было приятно. Буквально по-русски это ручной мяч. Да. Гандбол. Гандбол, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Что у нас после спортивных игр? Счет 60-51 гимназия и 30 нагоняет потихонечку 36-я. Последний бой. Правители, вперед! Итак, правители, кто сведущий в истории в 36-й гимназии? Катя? Альберт. Альберт. А в 51-й? Женя. Альберт против Жени. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, правители, начнем. Он был буквально самым грозным царем в России. Да. Иван Грозный. Иван Грозный, он же Иван Четвертый. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот первым правителем Великого княжества Литовского был он. Миндовг. Миндовг, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем. Этот вождь революции взял себе псевдоним по названию Сибирской ЭКИ. АПЛОДИСМЕНТЫ Альберт Фальстарт и есть шанс соперника. Ай-яй-яй, батенька, как стыдно не знать Владимира Ильича Ленина, который по реке Лена взял себе псевдоним. Играем. Китайский император Циньши Хуанди сначала приказал сжечь все книги, а потом приказал кое-что построить. А что именно? Альберт. Великую китайскую стену. Абсолютно точный ответ. Я бы даже сказал Великую китайскую стену. И заканчиваем. В русских былинах его называли Красным Солнышком. Альберт. Князь Владимир. Да, святой равноапостольный князь Владимир. Вы правы. Итак, после дуэль игры Альберт несколько выправил положение 45-65, но по-прежнему лидирует 51-я гимназия. Тест игра. У нас тест игра и тема этой игры, как и во всех остальных наших играх младшей серии, цветная тема. Итак, в данный момент тест игра у нас красная. Все красное. Екатерина, кто готов? Пойду я. Хорошо. Капитан идет на красное. Ставит на красное, я бы сказал. Нина, у вас? Тоже я. Капитанский бой. Вперед! Итак, внимание. Панамский канал ведет из Красного моря. А. Средиземное. Б. В андаманское. С. В желтое. Да. Средиземное. Конечно, Средиземное. 10 очков заработала Нина. Знак «Стоп». Дорожный знак «Стоп» – это белые буквы на красном. А. Пятиугольники. Б. Восьмиугольники. С. Десятиугольники. Катя. А. Пятиугольники. Не помню я такого знака. Нина. Восьмиугольники. Восьмиугольник специально сделан в знак, чтобы ни с чем нельзя было спутать. Да. Пять очков на подборе. Играем. Красный круг на белом фоне – это флаг. А. Китая. Б. Японии. С. Индии. Катя. Б. Японии. Б. Японии, конечно же. Страна восходящего солнца. Красные кровяные клетки. Это А. Эритроциты. Б. Лейкоциты. С. Фагоциты. Катя. Лейкоциты. Лейкоциты от слова «лейкос», то есть белые – это белые кровяные клетки. Нина. Эритроциты. Эритроциты. Вот тут абсолютно правы. На подборе пяти очков. И заканчиваем. Красные планеты обычно называют А. Меркурий. Б. Марс. С. Юпитер. Да. Марс. Марс – багряная или красная планета. Вы правы. Великолепно отыграли капитаны. 95-55. Впереди 51-я гимназия. Переходим к слайд игре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слайд-игра. Слайд-игра, уважаемые любители эрудит пятерки. Подскажу, что это просто азбука у нас сегодня, но азбука цветочная. У нас цветы будут в кадре. И вот любители прекрасного, ну а заодно и своими руками что-нибудь взрастить, могут наклотить тут очков немерено. Катя, кто это у вас? Ксюша. Ксюша, верю. А Нина у вас? Пойдет Саша. Итак, Ксюша против Саши. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Начинаем мы с выигрывающей стороны Александра. Начинаем с вами. Поехали. Астра. Нет, это не астра. А может, Ксюша знает? Нет. Не а. А это, тем не менее, анимоны. Вот есть такие замечательные цветочки. Начнем. Татья, анимоны – это еще и морские животные. Ну, вот, нам повезло с цветами. Ксюша, играем с вами. Барбарис. Барбарис? Нет, он несколько не такой, он продолговатненький. Может, знает Саша? Тише. Вот, говорят, в огороде она, а в Киеве дядька. В огороде бузина. Это бузина. Очень такие полезные ягодки. Продолжаем мы с Александрой. Прошу. Ягоды. Виноград. А? Виноград. Виноград. Упаси вас Господь попробовать такой виноград. Ксюша. Волчья ягода. Волчья ягода. Вот там картиночка такая пояснительная. Ведьма в полночь вместе с волком собирает эту гадость, чтобы отравить честных людей. Браво, браво, браво. Ксюша, вы заработали все, что могли. Все не играем с вами. Прошу. Что же это за цветы такие? Да, вот уже трибуны уже знают. Саша, может, вы знаете? Диоргины. Диоргины не так выглядят. Это гиацинты на всякий случай. Вот так вот играем. Александра, слайд ваш. Дуб. Да, вот дуб сразу чем-то спутать очень трудно. Ксения с вами. Ксюша. Ежевика. Ежевика. Это правильный ответ. Это уже ягодки пошли. Были цветочки, пошли ягодки. Саша. Тишина, тишина, тишина. Тишина в студии. Ну, три. Жимолость. Жимолость. Корень такой, похожий на человечка. Прошу, Ксюша, может, вы знаете? Женьшень. Как? Женьшень. Женьшень, абсолютно точно. Драгоценнейший корень женьшень. Ксюша, играем с вами. Полезная травочка такая. Тишина. Ну, дорогие мои, ну, три, две, одна. Ксюша, хоть что-нибудь? Не знаю. Не знаешь. Травочки. Саша. Не знаю. Боже ж ты мой. Полезнейшая травка. Заваривайте из нее чай. Зверобой это, зверобой. Александра. Ирисы. Ирисы. Ирисы в банках не сушат и в чай не добавляют. Прошу вас, Ксюша. Ну, ребят, это Иван-чай. Это Иван-чай. Теперь вы это знаете. Ксюша, последний слайд. Кувшинка, конечно. И так во время боя я не следил за счетом, что там происходило. Кто-то кого-то догонял, кто-то от кого-то убегал. Сейчас посмотрим, что получилось. Итак, Александра, 51-я, 110. Ксюша, 105. Браво! Вот так вот цветочки помогли 36-й гимназии. Посмотрим, что будет дальше. Интрига снова возродилась. Риск-игра. Финальная игра. Итак, риск-игра самая серьезная из наших игр. Финальная игра, в которой мы неправильный ответ штрафуем 20 очками. Правда, и за правильный даем столько же, только по модулю, в плюсе. Итак, Екатерина, самый сильный, самый умный, самый серьезный игрок 36-й гимназии. Кто? Альберт. Альберта приберегали для финала. Вижу. Нина, 51-я гимназия, клуб «Контакт». Кого отправляете в бой вы? Отправляю Диму. Итак, Альберт против Димы. Вперед! Альберт! 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 Темы риска игры повторяют темы боев игры дуэльной. Начнем. Это знают все. Простые вопросы. День знаний отмечают. 1 сентября. 1 сентября, да. 125-110. Дима, сопротивляйтесь. По страницам книг. Он, пожалуй, самый экономный представитель кошачьих. Альберт? Кот Матроскин. Да, это правильный ответ. И уже 145-110. Три слова. В этой народной мудрости упоминаются Бог и Любовь. Три слова. Да, Альберт? Бог есть любовь? Бог есть любовь. Это их народная мудрость. А наша народная мудрость, может, и снятие, но минус 20. Нет? Бог троицу любит. Три слова. Спортивные игры. Призыв к этой старинной русской игре звучит так. Идем города зажигать. Города зажигать. Города зажигать. Это городки. И последний вопрос правителей. Он еще в начале Великой Отечественной войны сказал. Наши дела правые. Враг будет разбит. Победа будет за нами. И оказался прав. Альберт? Выйдя на риск игру, принес своей команде много. Немножко отминусовал. Но тут же исправил свою оплошность. Сопернику практически не дал ничего ответить. 145-110. Победа 36-й гимназии. Итак, сегодня вот такая горячая у нас игра. И такие вот замечательные сладкие и не только сладкие призы. Они предоставлены мойкой самообслуживания в Гомеле на солнечный адрес улица Объездная, 4 Г. Это лучшая автохимия, экономия времени и доступная цена. Мойка самообслуживания. Пирог 51-й гимназии. Клуб «Контакт». Возьмите. Это вам. Пирог победителем 36-я. Итак, мойка самообслуживания. Ну, что там у нас в призах? У каждого еще индивидуальный приз. Вот какие там чудные вещи. Прекрасно. Итак, да, завистливо стонут трибуны. Это лишний повод, лишний повод оказаться в числе игроков «Эрудит пятерки». Не просто смотрите нас, не просто включайте, не просто набирайте ТВР гомель.бай, не просто выискивайте нас в программе, а приходите, участвуйте, играйте. А самое главное, играем в пятерку, получаем десятки. «Эрудит пятерка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...